Здравствуйте, дорогие друзья! Я Милана Орехова и это шоу Оли Гвакамоли о здоровой еде и спорте, которое выходит при поддержке сайта Спорт день за днем. Сегодня мы находимся в прекрасном рыбном ресторане в одной из лучших, на мой взгляд, локаций в Санкт-Петербурге на Каменном острове. Ресторан называется «Рыба моей мечты» и его слоган звучит «Как мечтать не вредно, вредно не мечтать». Сегодня мы с шеф-поваром ресторана Денисом приготовим для вас два различных вида севича. Одно из них будет из гребешка. Прекрасный гребешок приморский из Мурманска. Он отличается таким немножко кремовым цветом. На самом деле это один из моих любимых продуктов для того, чтобы приготовить из него что бы то ни было. Чистый белок практически, повторюсь, опять-таки это локальный продукт, и я всегда призываю в нашем шоу использовать именно локальные продукты, сезонные. Он свеж, прекрасен, вкусен, у него сладковатый привкус. Даже если вы купите такой гребешок и попробуете его съесть сырым, не заправляя вообще ничем, я думаю, что у вас удивится его вкус, потому что это такой прям квинтэссенция моря, но при этом с таким сладковатым вкусом. Он достаточно плотную текстуру имеет его мясо. И они такие, как-то, если сказать, несопливые. Потому что бывает гребешок, который более жидко имеет консистенцию. Это немножко другого происхождения, из другого региона. Но вот мурманские гребешки, они прекрасны просто всем. Я призываю использовать нашего родного края, так сказать, продукты, родной страны. Используйте русские морепродукты. Также сегодня мы будем разбивать стереотипы о том, что из авокадо можно готовить только гвакамоли, тартар и так далее. И о том, что севиче готовится обязательно из рыбы. Мы сегодня приготовим севиче из авокадо. И также мы разобьем еще один стереотип. Вы чуть позже узнаете, какой именно, с помощью нашего супергостя. Дорогие друзья, позвольте представить вам шеф-повар ресторана «Рыба моей мечты» Дениса, который сегодня приготовит севиче из прекрасного мурманского гребешка и севиче из авокадо. Вот сейчас мы видим, как Денис нарезает этого прекрасного гребешка на такие достаточно крупные брусочки. Я не рекомендую, я думаю, что Денис со мной согласится слишком мелко нарезать ингредиенты, из которых вы готовите севиче, потому что чем меньше ингредиент, чем меньше кусочек рыбы или морепродукта, тем проще будет его передержать в достаточно агрессивной среде микса лайма и лимона. Я еще сейчас хочу остановиться немножко на том, что такое севиче, откуда оно пришло. Это блюдо южноамериканской кухни, в котором сырой продукт маринуется в соках цитрусовых, с добавлением различных специй, иногда каких-то еще дополнительных, там лука, кинзы, приправ. Можно чили добавлять. В общем, суть того, чтобы замариновать сырой продукт в цитрусовом миксе, это заменяет термообработку. То есть, если в северных каких-то регионах обычно термообработку заменяет замораживание продукта, то есть отсюда строганина и всякие такие блюда, то в южных регионах для того, чтобы не использовать термическую обработку, рыба маринуется в смеси лайма с лимоном или просто в лаймовом соке. И таким образом происходит тоже сворачивание белка, и продукт, по сути, уже становится не сырым, а маринованным. И это позволяет избежать некоторых проблем, связанных с употреблением сырых продуктов. Мы не будем пугать наших зрителей. Вот, посмотрите, у нас такие аккуратненькие, не очень мелкие кусочки, слайсики даже, да. Ну, слайсики, наверное, потоньше все-таки. Столько путаницы из-за этих всяких англицизмов, но, в общем, назовем это кусочками по-русски. Кусочки у нас гребешка. Что мы будем дальше с ними делать? Будем мариновать. Вот, мы выдавили сок лайма, сок лимона, соль. Мы добавим туда кинзу. Какая у тебя любимая вообще трава для приправы? У тебя здесь разные трава. Ну, вот я считаю, что в рыбной кухне кинза подходит практически ко всему. Но есть люди, которые ее не любят. А какая любимая рыба для приготовления? Себас. Себас. Мы сегодня себаса будем в соли готовить чуть позже? Да, себаса. Дорогие друзья, забегай немного вперед. Сегодня будет еще одно блюдо, можно сказать, практически фирменное блюдо данного заведения, которое мы в конце передачи вам продемонстрируем. И будет обязательно рецепт о том, как приготовить это чудесное блюдо в домашних условиях. Ничего очень сильно сложного там нет. Так, давайте мы красиво выложим это на блюдо. Если вы следите за весом, то не стоит есть авокадо, каким бы прекрасным ни был. Каждый день по целому. То есть достаточно все-таки половины съедать. Хотя авокадо тоже бывает разного размера, но такая половинка, она вполне достаточна для того, чтобы съедать в день. В день тоненький слайс, да? В день тоненький слайс, это такие карпаччи-образные, я бы их назвала. В принципе, вы можете не аккуратничать, а наоборот нарезать таким нарочито, таким небрежным способом авокадо для того, чтобы сделать из него севичи. Иногда будут похожи кусочки на рыбные. У нас будет такой больше как карпаччи-стиль, более ресторанный такой, скажем так. Вот лук-шалот такой имеет сладковатый привкус, он более нежный, лучше подходит для того, чтобы использовать его в различных салатах. Ну или вот, например, в закусках таких, как севичи из авокадо. Кинзу, я думаю, мы тоже, да, добавим? Да, добавим. Кинзу добавим, можно на доверенность. Да, кстати, жалко, что нет у нас чили, хорошо прям по цвету бы подошлось сюда. Но ладно. Или можно мятый розовый перец тоже, например, красиво будет достаточно. Вот практически уже наше севичи готово. Наверное, тоже надо взять тарелку. Так что, если вы хотите какой-то легкий ужин летний, берете половинку авокадо, буквально там три гребешка достаточно. Берете те приправы, те травы, которые вы любите. Если вы кинзу не любите, конечно, не нужно ее добавлять. Опять-таки, смотрите сами, хотите ли вы добавлять лук любой. Там можно не обязательно шалот, может быть, красный сладкий лук использовать. Кто-то вообще любит достаточно какие-то ядреные такие сочетания. В принципе, зеленый лук или лук-резонец тоже вполне подходит для того, чтобы сверху, например, высыпать и добавить немножко такой, как бы, нотки луковости. Да, я думаю, что на самом деле очень быстро маринуется как рыба, так и овощи. 5-7 минут – это максимальное время, которое продукт должен провести в смеси цитрусовых соков. Вы можете использовать либо только лайм, либо только лимон, либо все вместе. В принципе, если использовать только сок лайма, получается более интенсивный такой ароматный привкус. Ну, а кинза, на мой взгляд, все-таки она, если вы не испытываете к ней какого-то отвращения серьезного, это обязательно ингредиенты севича, потому что придает такой южноамериканский привкус блюду сразу. Это такое мое мнение, я его никому не навязываю, но попробуйте. Дорогие друзья, вот уже прошло где-то примерно 5-7 минут с того момента, как мы приготовили севичи из авокадо, севичи из гребешка. И сейчас эти блюда полностью готовы для того, чтобы насладиться их прекрасным вкусом. А я бы хотела пригласить в наше шоу нашего гостя Дмитрия Бивола, чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе. И я забегаю вперед, еще не задав ему пока вопрос, скажу, что когда я готовилась к сегодняшнему шоу, мне многие люди, которые знакомы с вами, Дмитрий, скажут, что вы большой пример, джиннис СОЖа, полезные игры и вообще можете готовить. Вот, поэтому я такой сегодня приготовила сюрприз для наших зрителей, для вас тоже. С утра сходила в теплицу у меня на даче, собрала там свежую зелень, у нас здесь сегодня везде монгольда, латук, кинза, петрушка, два вида зеленого лука, шнит-лук и обычный зеленый лук. А можно вопрос, да? Да, конечно. Латук это что такое? Латук вообще это такое общепринятное название салат. То есть есть латук такой-то, латук сихой, это какое-то, латук уже непонятно. Все понял. В общем, будем считать, что у нас сегодня вангольд латук. Вот, собственно, латук, да, это как бы общепринятое название целой группы листов салата, и там бывают разные разновидности. Собственно, тот салат, который мы привыкли даже в детстве, у нас там бабочки в огороде, рост такие салаты, это тоже по сути латук. Латук, все, будем знать. Да, и мы сегодня приготовим такой фирменный салат моей семьи, дачный, который мы готовим из всего, что у нас растет на огороде. И я хочу обратить ваше внимание, что вот эти вот листья вангольда, они такие достаточно томного цвета, с красными брозилками. То есть, чем темнее зелень, которая у салата, тем полезнее, собственно, считается в выполнении всякими ингредиентами этот салат. Поэтому для того, чтобы получать больше пользы от употребления свежих овощей и зелени, нужно выбирать темную зелень. Вот мы сейчас все это порежем, все эти ингредиенты. Я сейчас тогда поделю нам это две части. Это не три порежут, а свою часть. Я порежу свою, мы это все... Вместе со стебельками надо? Да, если вы не против, это потом съесть. Вместе со стебельками можно вместе со стебельками. В принципе, на самом деле, стеблевая часть практически любых растений в пищу употребляется. Например, если брать брокколи или, допустим, какие-то кочерыжки от капусты, их тоже можно все есть. Главное, да, это технику безопасности. Несмотря на мой пакуарской опыт, я режу медленнее, чем Дмитрий. Поэтому я так понимаю, что слухи... Я постукиваю так просто. Что Дмитрий любит готовить, это не слухи, а правда. Ну, я так люблю, да, иногда. Вот это вот все сейчас кидаем сюда. Можем чуть-чуть щавеля добавить не только в домашнюю лимонад, но еще и в салат. Тогда будет такой немножко кислый припас, но свежий. Я думаю, что можно по паре листьев. И у нас еще останется, наверное, домашний лимонад. Вообще, есть не то чтобы мнение, а действительно лучше салатные листья не резать, а рвать. Потому что они так потеряют меньше сока. У нас настолько все сегодня сочно и свежее, что это правило, оно совершенно необязательно. И вот мы сейчас добавим еще... Тут у нас петрушка с кинзой. Ну, я уже говорила не раз, что кинзу я очень люблю. Издаваю, что не у всех она популярна, но тем не менее добавляем ее. Я кинзу очень люблю, на самом деле, прям ароматы ее. Мне кажется, что она оживляет любое блюдо. Многие говорят, что она пахнет, я не боюсь этого слова, клопами. Я не знаю, откуда люди знают, как пахнут клопы, и почему они пахнут кинзой. Ну, это так говорят пессимисты, наверное. Оптимист бы сказал, что клопы пахнут кинзой. Да, это интересно, это взгляд, это давняя для меня проблема, потому что, когда я придумываю какие-то меню для ужинов, приходится учитывать тот факт, что не все любят кинзу, не все едят кунг. И с возможностью стараюсь сделать так, чтобы, например, гость, если что-то из этого не ест, что может было нужно добавлять. Но, на мой взгляд, например, в какой-нибудь азиатской кухне, если они добавят кинзу, то потеряется аромат, который должен быть. Да, в азиатской кухне много ее используют. И лука тоже любят, насколько я знаю, да? Да, тайцы любят разные лука, то есть, по-моему, сейчас еще не дорезала до конца. Очень острые ножи. Бывает, что на кухне-ресторане, например, холодный цех ножи не точит очень сильно, что-то спать. Чтобы интересно. Но здесь немножко не так. Так, и сейчас мы сделаем еще заправочку. Я вот еще хотела спросить, какую национальную кухню вы предпочитаете? Какая самая любимая? Вы знаете, я вообще такой всеядный. У меня мама кореянка, она любит приготовить порой корейское... Кимчи? Что-то корейское блюдо какое-нибудь, да. Ну, тот же кимчи, да. Я люблю... Вот, на самом деле, одно из моих любимых блюд, это, конечно же, борщ. В любимых. Почему? Потому что, мне кажется, любимое блюдо ты можешь каждый день есть. Вот борщ я могу есть недели. Особенно холодный. Ну, немножко отличается технология при давлении. Отличается, да, но я вот люблю борщ, что горячий, что холодный. Кстати, сегодня вот уже два раза ел холодный борщ. Так что... А здесь очень хороший тоже холодный суп, гаспачо, как вы говорите. Гаспачо? Это, да, ну, как-то так. Мне больше нравится борщ. Борщ еще, да. Да. Я вот... Приводами. Я понял для себя, что я не очень люблю свеклу, но, тем не менее, я люблю борщ. Люблю борщ холодный, который готовится из свеклы. Я люблю... Я люблю селедку под шубой, которая тоже из свекла. Я, кстати, в детстве не ела свеклу ни в чем, кроме борща, вот тоже и селедки под шубой. Да, и селедки тоже не ела. Да. Хотя здесь существуют споры вообще, в какой кухне рационально относятся борщ. Ну, насколько я понимаю, в украинской, нет? Или все-таки... Ну, русские тоже пытаются себя присвоить. Так же, как, например, есть спор между борщей и Россией, кто водку придумал. А-а. Русские говорят, что... Как ты ее придумал? Я, честно говоря, не знаю. Я вообще алкогольный напиток не употребляю. Никому не советую. И у нас как-то так получается, что гости, которые к нам приходят в передачу, какой-то тоже существует, говорят о том, что они поддерживаются безалкогольной диетой. И поэтому с этим обстоят. Но у нас тоже безалкогольная диета. Я не слышал об алкогольной диете. Я имею в виду, что гости не употребляют алкоголь. Да. Вот все у нас, в принципе. А я что-то пропустил. То есть у нас получается лимон и лайм. Лимон и лайм. Может просто лимон использовать или просто лайм. Оливковое масло. И какой-то немножко сладкий ингредиент. То есть мы сейчас мед используем. Можно какой-то сироп добавить. Потому что достаточно кислая заправка. И мы добавили еще щавель. Тоже щавель. Я вообще кто так говорю, кто ся. Но мы в прошлый раз смотрели, что проливает щавель. Но так же, как на самом деле, много есть таких спорных слов в русском языке. Которые до конца непонятно говорить. И в общем вот щавель со щавелем у меня как раз в этот год не входит. В общем из-за того, что мы добавили прекрасную ароматную зелень. Из-за которой можно делать не только холодный и горячий суп. И добавлять его в салат. Мы еще из щавеля приготовим лимонад. Вот из-за того, что щавель есть в салате. Из щавеля. В общем мы щавели щавели и щавели есть в салате. Поэтому мы добавили в заправку немножко меда. Для того, чтобы у нас был баланс с вкусом нормальным. Мы добавили небольшое количество. Поэтому даже для тех, кто соблюдает здоровый образ жизни. Лучше не бояться того, чтобы использовать сладости. В общем все. Так. И немножко соли мы добавим. Это понятность. Это соль. Вы остановите меня, когда хватит. Хватит. Сейчас мы еще чуть-чуть перемешаем. И все, салат готов, да? Да, салат готов. Очень, мне кажется, он аппетитно выглядит. Да, это класс. Источник большого количества растительной клетчатки. И не забываем о том, что в Щаволе Глакомоле вместе с Всемирной Организацией Здравоохранения советуют взрослому человеку съедать не менее 400 грамм овощей свежей зелени. Так. В Роте или... Можно просто. Так мы туда ее сейчас запихаем подаве. И я еще привезла немножко ягод смородины. Красная смородина. И более ароматная черная. Довольно крупная. В черной смородине еще, на самом деле, очень ароматные листья. Можно их засушивать. Делать чай. Делать чай зимой, да. Листья малины используются. Но листья малин надо аккуратнее, потому что... Листья малины, они там какие-то побочные эффекты, некоторые имеют до средней часовой системы. Про черную смородину такого не слышали. Они более ароматные. Поэтому даже если просто листья эти заваривать, без добавления других трав, черной смородины, все равно достаточно такой ароматный тревной чаек получается. Вот очень хорошо. Если кто-то любит баню, то даже зрители... Я думаю, что мы не будем мед добавлять, потому что он не должен очень кислым получиться. И щавель. И щавель. Я окончательно запуталась, когда узнала, как правильно говорить. А сироп тоже никакой не добавляется туда, да? Нет, у нас будет вместо сиропа ягодки. Он будет такой не очень сильно. Несладкий он будет получать. Если хочется сладости, то лучше мед добавлять. Просто если бы было больше ягод, например, какие-то более сладкие ягодские, малины, луги, малины, да, то было бы более сладко. Можно, когда совсем жарко, добавлять еще легкие, да? Регулировать сладость с помощью меда, лучше жидкого, чтобы было удобно размешивать. И, в принципе, вот такое летнее сочетание ягод, зелени, все со своего огорода, так же, как и в салате. Итак, дорогие друзья, чтобы подытожить, что же мы с Дмитрием сегодня готовили, я напомню, что я привезла с дачи различные листья, манголь, тух, зелень. Мы приготовили свежий летний сезонный салат, заправили его оливковым маслом, соком лайма и лимона и добавили немножко меда для того, чтобы нивилировать кислоту, которую получил салат из листьев щавеля. И еще мы приготовили домашний лимонад, тоже из щавеля, с красной и черной свородиной, а также мелисой и лимонной мятой, который мы будем сейчас пробовать, да? Да, и салат тоже я буду, чтобы попробовать. И вот у кого появляется вопрос о том, как перед отпуском сбросить вес для того, чтобы лучше выходить на пляже, я скажу, что обратите свой взор на растительное питание. Ешьте больше растительной клетчатки, зелени, и тогда удастся без ущерба здоровья поправить немножко отъезду фигуру. А еще я хотела задать, Дмитрий, такой вопрос. Я вот сегодня прочитала в новостях, что вы анонсируете свое желание поучаствовать с каким-то противником, с которым вы давно уже хотели изъять на бой, и даже готовы для этого понизить свой вес. Как вы будете достигать этих результатов? Вообще, я хочу сказать, да, я стремлюсь к большим боям. Большие бои, это подразумевает под собой то, что нужно уметь спускаться в какую-то другую весовую категорию, либо подниматься. Что насчет спуститься и как мне это сделать? Конечно же, вот такие салаты будут мне в помощь, потому что зелень мы во время диеты, конечно же, используем, она обязательно. То есть, если мы едим мясо, то обязательно в помощь у нас идет какая-то зелень. Вот я говорил уже, мне нравится кинза, укроп, та же петрушка. И все это смешано с огурцами, с помидорами. То есть, это все очень полезно. Она, насколько я понимаю, клетчатка, она помогает как бы переваривать, да, то есть, продукты, что белок помогает переваривать лучше, как бы, что углевод. Даже белок лучше усваивается с клетчаткой. Да, то есть, поэтому мы всегда стараемся, как бы, если кушаем мясо или рыбу, то обязательно какую-то зелень. Ну, все, что зеленое, оно, я думаю, полезное такое прям. Да, совершенно верно. Вот, Дмитрий, мы еще побеседуем с ним, когда поднимемся наверх, о том, как спускаться весить не только профессиональным ваксором, но и вообще всем зрителям, которые интересуются здоровьем. А пока мы попробуем, что у нас получилось. Приятного. Благодарю. Свежо. И сладко причем. Вкусно. Всем в Оли Кокамоле. Я хочу напомнить вам, что это все еще шоу о здоровой идее и спорте Оли Кокамоле. И мы находимся в ресторане «Рыба моей мечты» на Каменном острове. И мы поднялись наверх в кабинет, чтобы продолжить с Дмитрием разговор о том, как спускаться в весе. Ну, если серьезно, на самом деле, продолжить немножко разговор о лайфстайле, о том, как семья Дмитрия придерживается ли таких же принципов здорового питания, чем вы с женой кормите детей, следите ли за тем, чтобы они питались полезно. Расскажите. Ну, вообще, конечно, стараемся же, чтобы и дети питались полезно. И я думаю, так оно и будет. Если родители что едят, то, разумеется, дети будут это же есть. Поэтому мы дома с утра всегда стараемся поесть либо кашу овсяную, мы ее обычно готовим на воде. Ну, вернее, не мы, а супруга ее готовит на воде, то есть не на молоке. Иногда бывает творог, но редко. Бывают у нас еще яичницы, они тоже такие как бы нежирные, в основном это даже омлеты больше такие. Что насчет обеда? Это у нас, мы очень любим, чтобы у нас были какие-то мясные блюда, либо рыбы. Ну, то есть белок, он обязательно нужен, особенно для детей, потому что дети, они растут, им нужен этот белок. И где-то, конечно же, углеводы в виде либо риса бурого стараемся брать. То есть белый едитель? Редко, для нас это такое чуть будет прям баловство, да? Стараемся брать бурый, потому что меня вот диетолог приучил, то, что бурый рис, он более полезный, потому что в нем клетчатка. Клетчатки есть. Да, вот. Либо мы кушаем гречку. Гречка, это, конечно же, вообще самый полезный углевод, насколько я для себя понимаю и верю в это. Потому что это вообще самый классный углевод. А кинуа как любите? Кинуа, она тоже полезная, я знаю, но это все-таки что-то новое для меня. Я познакомился с ней буквально года три-четыре назад. Ну, в общем, да, она так на пике, до сих пор еще не все знают. Да, вообще это полезная, да, насколько я знаю, по свойствам, по ее. Но вот как-то она в нашей семье не прижилась. Кстати, мы сегодня, она у нас не прижилась и на шоу, потому что мы договаривались, что мы добавим уже приготовленную для нас на кухне ресторанную кинуа в салат, чтобы увеличить его питательные свойства. Но, видимо, все-таки фатум нам не дал, как бы, добавить в кино. Все-таки вес должен идти вниз. И если профессиональный спортсмен, как Дмитрий, да, готовится к каким-то... Там, снижают вес для боев, то женщины, мужчины, девушки, парни, которые собираются в отпуск, снижают вес для пляжей. Ну и вообще, в принципе, все хотят выглядеть хорошо, да, быть в форме. Поэтому вопросы рациона, они актуальны летом особенно, потому что одежды минимум. Если возвращаться, опять-таки, к вопросу про семейный лайфстайл, расскажите, есть ли у вас какая-то привычка, например, всей семьей заниматься каким-то видом спорта? Есть ли там зарядка, что делать? Честно признаюсь, что нет, у нашей всей семьи нет одной привычки. Но у нас есть привычка, что все стараются заниматься спортом вообще. То есть я боксом, супруга у меня обязательно ходит в зал, потому что она говорит, что я должна выглядеть как раз-таки подобающей спортсмену действующему. Ну и самой ей... Она выглядит прекрасно, на самом деле, у вас есть внимание на Инстаграм. Она у меня молодец, да. Двое детей, как бы, все равно для женщины это непросто, когда приводить себя в порядок потом. Но она молодец, она тренируется, да. И также у нас старший сын, он занимается хоккеем. Поэтому вот у нас есть какая-то... А сколько ему лет? Ему сейчас четыре с половиной, чуть больше даже. То есть он уже год почти занимается у нас. Младше по его стопам пойдет? Пойдет по его стопам, да. Надо форму донашивать до старшим. Это шутка, конечно, но тем не менее. Некие лайфхаки, на самом деле, если у вас больше одного ребенка, есть смысл, чтобы они все-таки друг за другом нашли. Ну, то есть, как я замечаю, обычно происходит. То есть младший... То есть старший сын пытается повторить за мной, что я делаю, там, на бокс, на бокс, к примеру, а я его на хоккей отдал. А младший уже пытается повторить за своим старшим братом. То есть желание на хоккей отдать, это ваше было, а не ребенка сам попросился. Да, это больше мое, да, желание. И... Спасибо. И поэтому вот, если уж старший идет на хоккей, то младший, всегда глядя на него, тоже говорит, я тоже буду заниматься хоккеем. А какие продукты в вашей семье под запретом? Для всех. Под запретом у нас, на самом деле, прям таких супер запретов у нас нет. Но, конечно же, мы стараемся сладкое как можно меньше употреблять. То есть дети у нас там не избалованные сладким, это раз. Второе, это, конечно же, всякие там чипсы, всякое такое вот, это не очень приемлемо. А, ну, кстати, что вот, чего у нас вот дома нет практически никогда, так это, ну, разумеется, майонеза. А молоко? Молоко есть, да, потому что дети у нас, как бы, пьют молоко, мы им разрешаем. Ну, наверное, для детей, ну, наверное, оно полезно, да. Насколько я знаю, для взрослых молочные продукты не очень хороши после там... Ну, кашу, тем не менее, вы на воде идите, дети тоже на воде идут? Дети тоже на воде, да. Они любят молоко, потому что они пьют какао, кстати, вот. Плюс еще молоко у нас, потому что мы пьем кофе с женой, капучино. А вы не пробовали на растительное, когда молоко приходите? А вот я пробовал пить молоко миндальное. У него достаточно привкус такой. А он очень горьковатый такой. Есть кокосовое, есть, допустим, рисовые всякие напитки с добавлением. Ну, вот мне как-то вот не лежит душа, вот если молоко, то молоко. Есть мнение, что кофеин с молочным белком не очень хорошее сочетание, поэтому лично я, например, в свое время, 5 лет назад, уже отказалась от именно вот... От капучино, от всяких, слабое. То есть я пью капучино, латэ, но все на растительном. И, слава богу, у нас уже есть много заведений, которые предлагают различные виды растительного молока. И даже сегодня здесь мне приготовили омлет на соевом молоке. Ага. Я никого не агитирую, просто у меня самочувствие сильно улучшилось после того, как я исключила молочное молоко, так скажем. Добавила различные виды растительного. Про сою тоже много разных мнений есть по поводу того, стоит ли его подъявлять или нет. Потому что считается, что там много геномодифицированных различных. Но мы, например, домой покупаем овсяное молоко. И есть овсяное молоко с добавлением к какао, которое у меня ребенок и подогреваю. Получается, как уже готовый такой продукт. Какао на самом деле вкусное я пробовала сама. Не очень сладкий. Так что можете тоже попробовать. Хорошо, попробуем. Ну, вообще, что касается молочных продуктов, то во время подготовки моей перед боем, то я их исключаю полностью. Так меня приучил диетолог, можно сказать. Он объяснил мне то, что молочные продукты, они замедляют метаболизм в организме очень сильно. Да, слезь. Да. Не будем пугать ничего слезь. И поэтому, как я начал исключать молочный продукт, мне даже как-то легче стало. Вот. Ощущение такое, да. Поэтому во время подготовки я не пью вообще ни молоко, то есть это за два месяца до боя, ни сыры не ем, ни сметану. Ну, вообще, все, что содержит молоко, стараемся вообще исключить полностью. Ну, а вот в жизни, вот, домой я приду, там, да, вот, охота капучино иногда там будет. То есть мы тоже не злоупотребляем молоком, там. Ну, бывает. Кстати, с кокосовым молоком капучино вкусно получается. Сейчас продается даже линейка такая, там, для профессионалов написано, для профессионал, салпро, там, оно как раз хорошо взбивается. Если капучино там есть, то прям, как опенка хорошая получается. Так, про врагов мы поговорили, теперь поговорим про... Полезный продукт. Про полезный, да. Если выбирать три всего продукта, которые вы бы готовы были есть, оказавшись на необитаемом острове, что бы это могло быть? Три продукта всего? Только вы с ума сойти можете. Я бы, наверное, взял бы себе... Гречка, она хоть полезная, но я ее не очень люблю на самом деле. Я бы взял бы бурый рис себе, наверное, да. Взял бы на необитаемом острове, взял бы себе мясо, наверное, баранину, рыбу бы я... Баранину. Раз мы на необитаемом острове, то рыбу бы я и так сам себе там поймал, да. То пришлось бы взять еще какие-нибудь овощи, да. Наверное бы огурцы, наверное, взял бы. Я надеялась, что это будет авокадо. Не, авокадо совсем так прям. Как вообще в авокадо? Авокадо, вот как раз-таки гуакамоле мне нравится. И авокадо с помидорками, да, мне тоже нравится. Вот это лучшее сочетание, чем сочетание помидорок с огурцами, мои дорогие. Ну, авокадо... Авокадо во время подготовки мы тоже употребляем. Сегодня, когда мы готовили севиче, я замечала для наших зрителей, что если следите за весом, то больше половины авокадо не рекомендуется седать, а то и меньше. Да, вот как раз-таки мы больше половины и не ели, но тем не менее авокадо, он же очень полезный считается. И вот этот вот даже жир, который в нем, он более полезный, чем там, насколько я понимаю, масло какое-нибудь подсолнечное и так далее. Да, это правда. Так, еще хотела спросить по поводу... Я слышала, что вы очень любите готовить. И есть ли какое-то блюдо, вот ваше коронное, фирменное, которое вы готовите? Что это? Коронное – нет. Но одно время, я помню, моя семья вот где-то недели две плов у меня ела, потому что я не мог выработать, как правильно готовить плов, и мне приходилось его готовить, то рис у меня такой мой... Стиркорный плов не был, да? Да, я вот так, надо доесть этот плов, он не получился у меня. Ну, потому что я хочу сделать новый. Но в итоге я пришел к своему рецепту плова, там научился готовить. Я обязательно спрошу у Дмитрия, похоже, поделиться рецептом, и мы в нашем блоге выложим потом... Ну, этот рецепт, конечно, далеко не идеален, да, это, конечно, не прям узбекский плов настоящий, но, тем не менее, для меня он хороший. Кроме того, что плов от Мадриби было, чем узбекский плов, например. Надеюсь, да. А так я люблю, конечно же, пожарить мясо, как и все мужчины, наверное, кто любит мясо, а не прям любит... То есть все-таки выборы между рыбой и мясом... Рыбу тоже люблю. А какая любимая рыба? Моя любимая рыба – это дорадо, вторая – это сибас. Красную рыбу я тоже люблю, но вот почему-то дорадо... А как к тунцу относитесь? К тунцу как-то более спокойно. Потому что сырой тунец хорошо замаринованный, и он, по сути, как бы имеет привкус мяса и выглядит как мясо. Но я вот не люблю продукты, которые как мясо, я люблю просто мясо. Ну, у нас сегодня будет все-таки рыба, нам принесут чуть-чуть. Нет, рыбу я тоже... Рыбу я очень люблю, на самом деле. Я раньше не любил рыбу, лет так до 18, наверное. Потом мы поехали на сбор в Тирскол, это в Кабардино-Балкарии, и там есть местная форелька, которую люди выращивают у себя. А, горная такая маленькая. Горная форелька, да. То есть я как-то так спокойно, нам ее в итоге пожарили в муке, в масле. Я вот как-то ее, знаете, почему-то распробовал вкус рыбы. Корюшку любите? Корюшку тоже люблю. Вот ее именно я почему-то про нее вспомнила, потому что, собственно, фирменный рецепт всех ленинградцев... А я копченую люблю ее, знаете, я не люблю корюшку. А вот и в муке как раз обжаренная, это именно фирменный. Так коптить ее уже, мне кажется, попозже стали, когда захотелось каких-то изысков больше добавить. Хотя многие из Колечки даже суп варят. А вот и потом я начал как-то обращать внимание на рыбу и понял для себя то, что прям дорада это такая вкусная рыба. Потом познакомился с сибасом, то есть распробовал он тоже мне. К семге, к форели, я как-то, ну, так более спокоен. Потом мне нравится... Ну, стерлядь, разумеется, она... Хороший вкус, да? Стерлядь — это когда мы ездили на сборы в Армению, там тоже ее выращивают, и вот армяне ее прям так вкусно готовят, они ее чем-то, какой-то специальной специей своей обволакивают и готовят ее в такой вот дыре в земле. И в этой, в этой дыре есть дрова, как бы они опускают эту рыбу как-то вот прям на шампуре. И она как бы туда, она как в тандыре что ли получается. Она прям, вот она как будто в духовке приготовлена. Что вроде этого... Она прям очень вкусная. Мне кажется, что наши зрители, сейчас кто-то будет смотреть позже этот выпуск, они побегут сразу себе что-то готовить. У нас там еще салат остался внизу. Можно все-таки попросить добавить до кино, и будет прекрасный гарнир для рыбы, которую нам сейчас Денис из шеф-повара ресторана готовит прям в данную минуту. Еще вопрос непосредственно перед тренировкой. За сколько времени едите, что едите? Потому что это всегда очень волнует всех, что есть до тренировки, что есть после. У нас до этого в гостях были в основном хоккеисты и футболисты, которые макароны с курицей едят. Только позавидовать можно. Она, наверное, все-таки, мне кажется, боксеры пытаются несколько иначе. Поделитесь секретами. Некоторые боксеры вообще могут неделями есть 50 грамм курицы и немного риса и выходить тренироваться, потому что нужно вес гонять. А как вот при таком рационе есть ли силы или ровочный процесс? Очень тяжело, на самом деле. Я не знаю, как. Ну, я стараюсь, конечно же, перед тренировкой поесть углеводов. Ну, побольше делать. Ну, да. Какие-нибудь... Нет, конечно же, не сникерс нам съесть, да, там... Конечно же, какие-нибудь макароны, ну, твердых сортов, либо макароны есть... В Штатах продаются макароны из бурого риса, кстати говоря. Да, я так понимаю, что бурый рис это любимый продукт. Да, вот это... Из углеводов, да. Хлебцы очень вкусные бывают из бурого риса, кстати. Хлебцы, кстати, не пробуют из бурого риса. Вот у нас сейчас есть большая линейка всяких разных хлебцев, в том числе вот из бурого риса есть. И есть даже такие, как печеньки выглядят, они заливаются типа черным шоколадом. Вот я просто... Я сладкое люблю, к сожалению, все время пытаюсь какие-то более полезные варианты найти для себя. Вот такие, как крекеры рисовые, с такой глазурью. Это они у нас продаются, да? Да, у нас в каких-то больших супермаркетах, где большой выбор именно диетического питания, там можно всякие неожиданные иногда вещи найти. Вот, кстати, там макароны тоже есть из чечевицы, из амаранта, там всякие разные. На самом деле, дети такое не очень едят. Если цельнозерновые, можно ребенку как-то впихнуть соусом томатным? Какое блюдо везде любимое? Они любят мясо на палочке, мясо на палочке это называется корейка, то есть баранье, то есть на косточке, когда мясо, да. Я слышала, что они просто так называют? Да, они его так называют мясо на палочке, мы хотим мясо на палочке. А из каких-то макарон, или что вы предпочитаете? Картошку фри? Картошку фри, да, они, конечно, всегда стараются ее где-то выторговать в каком-нибудь заведении, но мы им, конечно, стараемся впихнуть либо макарошки, не-не, ну, конечно, нет, мы им стараемся как-то макароны, либо тот же рис, там. Хорошо, перед тренировкой, углевод, а что после тренировки? После тренировки, ну, в основном, конечно же, стараемся мясо поесть, либо, да, вот нам принести сейчас белок мясо, рыбу, корочки, можно сказать, что у нас практически как тренировка сейчас была. У меня, кстати, была тренировка перед эфиром с вами. как раз тогда будет... Ну, у меня был еще обед. Это можно оставить за кадром. Так, это наше эфирное блюдо сибас, запеченное в соли. Мы берем сибаса, разделываем, вот чешуи не снимаем, добавляем туда романтические травы, укроп, тимьян, перец, смазываем маслом и запекаем его в соли. В соль добавляем также тимьян, делаем его слегка влажным и запекаем. При подаче мы ее поливаем кромиком, поджигаем для более эффектной подачи. Там мы сидели с девушкой в ресторане, да, по-моему? Она там назаказывала всего, да? Говорит, а ты, дорогой, что ты хочешь? Я хочу сибаса. И побыстрее. На этом мы, наверное, будем прощаться с вами, дорогие зрители. Сейчас Дмитрий попробует сибаса и скажет, так ли он хорош, как... Скажет свой вердикт. Да, вынесет. Тот ли сибас, который мне нравится. Да. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Вкусно. И могу сказать, что очень схожи блюда с тем, которое готовит мне моя супруга. Она вот заворачивает сибаса или дораду, вообще рыбу в рукав и готовит в духовке. Поэтому вкусно очень. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами сегодня в шоу Олегу Камоли о здоровой идее и спорте. Был Дмитрий Бивол, чемпион мира по боксу в полутяжелом весе. И он рассказал нам о своих лайфхаках и о том, как питаться правильно, как готовиться к тяжелым боям, как снижать вес и как жить. Как жить. Как хорошо жить. Спасибо за приглашение на вашу передачу. Было приятно попробовать сибаса, приготовить салат. Ну и всем хочу сказать спасибо, что смотрите нас. Питайтесь вкусно и главное правильно. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!